Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. И сегодня я хочу поговорить о задаче, которую в физмат-школах обычно решают чисто теоретически. Я же хочу подойти к ней и с точки зрения эксперимента. А задача формулируется так. Вот имеется такая горка в виде четверти окружности. И я кладу на эту горку шарик, отпускаю его. И если присмотреться внимательно, то можно заметить, что шарик не доезжает по горке до самого низа, но отрывается в каком-то месте. Давайте шарик побольше возьму, может быть мы лучше это увидим. И видно было, что шарик своего пути вниз пролетел, а не прокатился. И спрашивается, в каком месте горки происходит этот отрыв. А теперь мы займемся теорией и представим себе, как шарик начал скатываться с горки. Его прижимает горки сила тяжести, ну а точнее радиальная компонента силы тяжести. Если я вот этот уголочек обозначу альфа, то эта радиальная компонента будет МЖ на косинус альфа. И на шарик действует реакция опоры, направленная по радиусу наружу. И вот как раз эти две силы обеспечивают движение по дуге. Ну пока что скорость шарика небольшая и поэтому центростремительное ускорение тоже небольшое. А дальше шарик разгоняется и в какой-то момент ускорение В квадрат на Р сравнивается Ж на косинус альфа. Тогда реакция опоры как раз становится равной нулю и дальше шарик отрывается и летит уже по параболе. Теперь нам надо узнать, чему равен В квадрат в момент отрыва. Для этого надо записать закон сохранения энергии. Значит, с одной стороны я пишу потенциальную энергию, МЖ, а ААЖ выражаю как Р на единица минус косинус альфа, а с другой стороны кинетическую энергию. Приравниваю. Теперь я В квадрат выражаю как Ж на косинус альфа, сюда подставляю, МЖ сокращается. Ну и в итоге получается, что в точке отрыва косинус альфа равен двум третям. Ну, соответственно, две трети это вот эта высота, а на высоту H остается одна треть радиуса или 0,33 в десятичных дробях. А теперь надо проверить это предсказание в эксперименте. И самым простым экспериментом будет заснять падение шарика на скоростную камеру и посмотреть, что у нас при этом получится. И вот шарик отпущен. Он начинает скатываться. Ну, понятно, что сейчас он касается горки. Смотрим дальше. И вот он оторвался где-то между отметками 0,4 и 0,5. Точнее, вряд ли определишь. И тут хочется сказать, что экспериментальный результат, лежащий где-то между 0,4 и 0,5, заметно отличается от теоретического предсказания 0,33. И с этим расхождением надо разбираться. То есть где-то мы допустили ошибку. И эта ошибка, по-видимому, содержится в теории. Ну и если вдуматься, то она там в самом деле содержится. Потому что мы считали, что шарик движется с горки поступательно. А на самом деле он катится и при этом вращается. А это значит, что часть потенциальной энергии переходит не в поступательную, а в вращательную энергию. И этот канал энергии следует учесть в наших расчетах. И эту поправку надо учесть в законе сохранения энергии. Здесь я пишу 1 плюс 2,5, где 2,5 и есть учет вращательной энергии. Ну, дальше и проделываются все те же процедуры. И мы узнаем, что косинус альфа, того угла, при котором происходит отрыв, равен 10,17. Ну, а соответственно высота, отсчитываемая сверху, составляет 7,17 от радиуса, а в десятичных дробях это будет 0,41. Этот новый теоретический результат 0,41 уже лежит между грубыми экспериментальными границами 0,4 и 0,5. Но теперь хочется уточнить экспериментальные границы. И я думаю, а зачем мне теперь снимать всю эту дугу? Я возьму и засниму крупно вот такое окошечко в том месте, где шарик отрывается. И посмотрю на такую видеосъемку. И вот на отметке 0,4 шарик еще касается дорожки, но на отметке 0,43 он уже отрывается. 0,45 он явно летит. А на 0,5 он уже отошел далеко. Но и такое согласие между теорией и экспериментом я бы назвал отличным. Особенно с пониманием того, что никакой точной границы между областью, где шарик касается дорожки, где он уже летит, не существует. Конечно, это не черта, но некоторое пятно. Потому что когда шарик подходит к этой области, сила реакции опоры уменьшается постепенно, а не скачком. Ну и это означает, что шарик в каком-то смысле уже почти летит, а потом почти касается дорожки. Но эксперимент позволил определить область, в которой этот отрыв происходит. И для лучшего понимания я бы еще изобразил круговую траекторию шарика до отрыва и параболическую после отрыва. И продолжил бы окружность за точку отрыва, а параболу наоборот назад. И посмотрел бы, как они касаются друг друга, сколь ничтожен зазор между ними. Так что действительно, даже при взгляде на эти математические графики, становится понятным, что область отрыва должна размазываться в некоторое пятнышко. Ну а теперь я хочу задать заключительный вопрос, и он будет в этот раз таким. А не могли бы вы попытаться придумать какой-то другой способ фиксировать отрыв шарика от дорожки, чем тот, который применял я? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.